Стойка регистрации, утренний кофе. В здании немецкой торговой палаты с утра оживленно. Сегодня здесь начался германо-украинский бизнес-форум. Четыре министра, их замы и сам глава украинского правительства. Большая делегация прилетела с Киева в Берлин, чтобы убедить немецких бизнесменов инвестировать в Украину. Интерес у немцев есть. На бизнес-форум зарегистрировались в два раза больше предпринимателей, чем ожидалось. Около 600 человек. Бизнесмен Манфренд Зайц уже около 10 лет в Киеве руководит фирмой по производству оконных рам. Недавно у его компании начался конфликт с местными налоговыми службами. По словам предпринимателя, у него требуют несправедливо большую сумму. Со всеми документами бизнесмен прямо на форуме сперва подошел к главе фискальной службы Украины, а потом и практически каждому прибывшему министру. Закрывать бизнес в Киеве он не хочет, но просит власть поддерживать инвесторов. Ваше правительство должно больше заботиться о среднем бизнесе, о семейных предприятиях. Немецкие инвесторы, как и другие иностранные бизнесмены, чаще жалуются именно на фискальные службы, подтверждают власти Украины, но обещают в ближайшее время реформировать и этот сектор. По словам премьера Ятинюка, улучшения уже есть. Мы наполовину сократили разного рода бюрократические агентства, ведомства, занимавшиеся только одним. Проверкой с целью получить взятку за эту проверку. Мы сократили массу лицензий, разрешение еще старой советской практики по контролю над украинской экономикой. Зал прохладно встретил слова премьера о борьбе с украинскими олигархами. Мы не создали ни одного нового олигарха и не дали ни одному действующему укрепить свою позицию. Главный результат форума — подписание документов о создании германо-украинской торгово-промышленной палаты. Ее цель — привлечь в Киев больше капитала из Германии и помогать инвесторам. Лучшей рекламой для Украины могут стать уже работающие там предприниматели, говорит канцлер Германии. Сначала уже представленные на Украине немецкие компании должны позитивно оценить созданные для них условия. Тогда другие предприятия из Германии могут достаточно быстро прислушаться к своим коллегам, и это может иметь позитивный эффект. Инфраструктура, железная дорога, морские порты, сельское хозяйство — вот приоритетные сферы, куда хотят привлечь немецкий капитал. Однако пока бизнесмены медлят по двум причинам, говорят в украинском Кабмине. Номер один — это война на Востоке. Приходится объяснять, что конфликт происходит только на 5% территории Украины. Очень многие не понимают, что зона конфликта локализована. Второе — исторический феномен коррупции. Торговый оборот Германии с Украиной составляет более 5 миллиардов евро, а сумма немецких инвестиций практически такая же. Обе стороны ожидают роста товароборота после 1 января, когда заработает зона свободной торговли СИЭС.